Всем привет, друзья! Очередное видео подобрал для вас. Всякий раз подбираю интересные статейки, вопросы, ответы, которые дают нам положительный, полезный результат для нашего с вами работы в пчеловодстве. Первая статейка называется так. Пьяный мед. Это журнал 1962 года, номер 10, пчеловодство. В номере 6 журнала за текущий год, 1962 года, была помещена статья «Профилактика отравления пчел нектаром рододентрона». Ядовитый мед, собираемый пчелами из цветков рододентрона, известен давно. За дурманившие действия на организм человека пчеловодство называют его пьяным. Случаи отравления этим медом чаще встречаются на Черноморском побережье Кавказа. Нежелательные свойства меда с рододентрона исчезают после его кипячения и разбавления сахарным сиропом. История сохранила нам сведения о массовом отравлении людей пьяным медом. Это случилось в 401 году до н.э. то есть почти 2400 лет назад во время похода Кира-младшего против своего брата персидского царя Артак Сердца II при отступлении 10-тысячного войска греческих наемников через всю Малую Азию к побережью Черного моря. История похода Кира-младшего и отступления 10-тысяч эллинов-греков в кавычках описана древнегреческим историком Ксенофонтом в его Аннабасисе. Вот что записал Ксенофон. Эллины, взойдя на гору, расположились в многочисленных деревнях полных съестных припасов. Здесь вообще, говоря, не было ничего необыкновенного, кроме большого числа ульев, и все солдаты, вкушавшие мед, теряли сознание. Их рвало, у них делался понос, и никто не был в состоянии стоять на ногах. Но съевшие немного меда походили на сильно пьяных, а съевшие много на помешанных или даже умирающих. Такое множество их лежало на земле, словно эллины потерпели здесь поражение в бою, и всеми овладело уныние. Однако, на следующий день никто не умер, и приблизительно в тот же час, когда накануне поели меда, больные стали приходить в себя. На третий и четвертый день они встали, словно выздоровшие после отравления. Сколько же было пчел у населения Черноморского побережья, и сколько надо было меду, чтобы накормить столько людей. Удивительно также, что за 2400 лет рододентрон нисколько не изменился, и цветки его по-прежнему продолжают выделять ядовитый нектар. Итак, друзья, обратите внимание, что попадаются вот такие вот на Кавказе растения, которые здесь описаны. Итак, прочитаем мы еще немножко вопросов для нашего понимания лучшего пчелиных законов. вопрос. Какие из распространенных в СССР пород пчел лучше защищаются от пчел-воровок? Ответ. Защита гнезда от пчел-воровок зависит от условий, в которых находятся семьи. Постоянные полеты пчел-воровок усиливают на осторожность пчел и охрану их летков. Наоборот, на пасеке, где воровство не допускается, охрана летков не столь бдительна. Породы пчел с желтыми кольцами на брюшке более воровиты, чем темные или серые пчелы. Это хорошо знают северные пчеловоды, завозившие на свои пасеки желтых пчел, но все породы пчел достаточно хорошо защищаются от воровок, кроме семей без маток и очень слабых. Вот такой ответ, друзья, я думаю, он приемлемый. Вопрос, почему пчелы не складывают пыльцу в трутневые ячейки? Ответ, чтобы собранная пыльца хорошо сохранялась, пчелы должны тщательно утрамбовать ее в ячейках, тогда в ней развиваются молочнокисленные бактерии, вырабатывающие молочную кислоту, предохраняющую пыльцу от загнивания порчи. В широкой ячейке пчелы не могут так плотно утрамбовать пергу. Кроме того, трутневые ячейки обычно находятся в нижней части сотов, тогда как пергу пчелы складывают в верхних и боковых частях. Все это и выработал у них инстинкт складывания пыльцы только в пчелиные ячейки. Хочу добавить от себя. Я практиковал так, что обычно стоит рамочка с пчелиным расплодом, она запечатана, а сбоку ставлю, как говорится, рамочку с одной стороны и с другой стороны трутневую, то пчелам ничего не остается, чтобы кормить этот расплод, который здесь они заложили. Если они еще есть открытый и запечатанный, она полностью засеяна, то они временно складывают даже в трутневые ячейки пыльцу, чтобы перехватить, потому что им очень далеко приходится ходить. Ну, если есть, так сказать, возможность, они стараются поближе сложить, но это очень редко и не в большом количестве. Но могут положить, если некуда ложить. В книге Ярцева «Восковое хозяйство» 1930-й год при перетопке суши рекомендуется добавлять к расплавившейся массе серную кислоту для очистки воска. В новых же учебниках по этому вопросу никаких сведений не приводится. Прошу сообщить, рекомендуется ли такая очистка воска в настоящее время. Чтобы получить воск, ответ высокого качества, необходимо его разваривать в посуде из алюминия белой жести эмалированной или деревянной паром. При сопокрасновении с железом, цинком, медью и с некоторыми другими металлами воск темнеет, количество резко ухудшается. Разваривать суш надо в дождевой воде и по возможности дольше выдерживать в расплавленном состоянии, чтобы загрязняющий воск посторонние частицы плотно осели внизу. Пользоваться серной кислотой для исправления неправильно перетопленного воска не следует, так как можно резко снизить его качество. Серная кислота используется в необходимых случаях для очистки воска лишь на заводах, изготавливающих искусственную лощину. Вопрос. У меня одна семья серых горных кавказских пчел сильно прополисует гнездо. Все ли семьи этой породы сильно прополисуют гнезда? Ответ. Да. Это характерно для серых горных кавказских пчел. На своей родине эти пчелы осенью тщательно заклеют все щели и уменьшают литки. Весной же с потеплением они вновь раскрывают литки и щели, что увеличивает вентиляцию гнезда столь необходимую в жару. Это свойство кавказских пчел можно объяснить приспособленностью их к жизни. Не только в дуплах, но и в пещерах, расселенных трещинах, скал и других укрытиях, где они должны сами создавать себе дополнительную защиту в холодное время года. Вопрос. В одной семье молодая матка стала откладывать яйца, но они не развиваются, они превращаются в личинок. В чем причина? Ответ. По-видимому, матка имеет какой-то порог. В следствии которой откладывают яйца, не способны к развитию. Таких маток надо заменять. Однако, следует иметь в виду, что в семье, состоящей только из старых пчел, например, долгое время находившейся без матки, тоже можно наблюдать это явление. Личинки не будут развиваться из-за того, что в семье нет пчел-кормилиц. Для исправления такой семьи ее надо подсилить зрелым расплодом. Это правильный ответ, поэтому это взять во внимание надо. Надо в основном, по-видимому, что в этой семье не было молодых пчел. Или обычно после зимы длительное время эта семья не имела, и пчелы старые утратили способность выкармливать. Вопрос. В шести семьях пчелы заложили роевые маточники. Одна ни одна из них не роилась. Почему семьи не роились? Ответ. Такое явление наблюдается на пасеках довольно часто. Иногда до половины семей закладывают роевые маточники, но затем их разрезают. Роевое состояние чаще всего прекращается с наступлением значительного взятка. Ухудшение погоды или полное прекращение взятка также может вызвать уничтожение заложенных роевых маточников. Но иногда пчелы разрезают их без каких-либо видимых на то причин. По-видимому, у них причины есть, но какие – неизвестно. В чем заключается противороевой метод Чайкина? Ответ. Чайкин содержал пчел в улях-лежаках, перегороженных разделительной решеткой на две неравные части, на 8 и 12 рамок. Улей имел литок в меньшем отделении. Когда общее количество расплодов в семье достигло 7-9 рамок, он поступал следующим образом. Нашел матку, накрыв ее колпачком, вместе с рамкой перенес в меньшее отделение уля, где поставил рядом с разделительной решеткой. Затем все рамки с расплодом разместил в большем отделении, без литка, так, чтобы по мере удаления от решетки возраст расплода возрастал. К оставленному соту с маткой в меньшем отделении добавил 2-3 рамки суши и столько же рамок с искусственной овощиной. После окончания работы матку выпустили из-под колпачка. В результате проведенной перестановки сотов матка с частью молодых пчел попала на новые соды против литка, где усиленно откладывала яйца. Число пчел в отделении с маткой стало постепенно увеличиваться за счет вновь выходящих молодых пчел. Перестановка рамок повторяет через каждые 14 дней в течение всего времени, пока есть основания опасаться роения. Ну а в целом лежак, так сказать, сохраненный. Вопрос. Я выписал маток серых горных грузинских пчел и хочу на следующий год всех местных маток на пасеке заменить. Целесообразно ли это сделать? Ленинградская область. В то время сильно практиковалось южные матки с помеси. Ответ. Делать это так быстро не следует. Имеется немало опытов, показавших, что в условиях Ленинградской области кавказские пчелы плохо зимуют и сильнее, чем местные, поражаются назимотосом. Поэтому сначала надо на небольших числе семей убедиться, будут ли всеми завезенными матками хорошо зимовать, а лишь после этого приступать к замене всех маток на новую породу. Вопрос. Мои соседи пчеловоды говорят, что пасеку надо оставить не рядом с полем медоноса, а немного подальше, чтобы пчелы успевали во время перелета перерабатывать собранный нектар. Верно ли это? Ответ. Нет, неверно. Пчелам вовсе не требуется совершать больших перелетов для проработки нектара. Весь этот процесс полностью совершается в улей, больше всего в вечерние и ночные часы. За время же полета нектар не подвергается к каким-либо существенным изменениям. Вот до сего места, друзья, мы прочитали. И еще небольшая статейка о медоносном растении. Это растение называется иудинодерево. Иудинодерево. Багряник. Называется. Семейство бобовых. Родина Южная Европа и Западная Азия. В СССР в водичалом состоянии встречается на Кавказе, в Крыму и Средней Азии. Как декоративное дерево разводится по многим садах и парках Азербайджана. Чаще всего этот кустарник или небольшое дерево до 5 метров высотой, но может достигать 12 метров. Листья простые, округлые, тупые и при основании сердцевидные. Дерево обильно цветет. Ветви в момент цветения покрываются мелким фиолетокрасным ароматичными цветками. Цветет обычно раньше, чем распутятся листья. Боб удлиненный, линейный. Интересная особенность иудинодерева. Способность образовывать цветки, а затем плоды на ветвях и стволах. Засухоустойчивая порода. Легко переносит сухие, каменистые, известковые почвы. Размножается посевом семян. Иудинодерево хороший медонос. Цветет с конца апреля по 14-16 мая. Ну, приблизительно 2 недели. И, как говорится, в мае это хороший весенний взяток, хорошее качество мед. Интенсивно посещается пчелами. Дает нектар и пыльцу кремоватого цвета. Как засухоустойчивое растение, оно включено в ассортимент степных лесополос. Итак, друзья, вот до этого места я вам прочитал интересную информацию. Если вы где-то найдете все эти, так сказать, семена, или пожелаете где-то посадить, или оно подходит к вашей местности, милости просим, будете и весной иметь взяток, и осенью будете иметь взяток, и среди лета. До встречи, подписывайтесь, ставьте лайки, жду ваших комментариев. До свидания. Субтитры динам Н. Продолжение следует...